Добрый вечер! Вы смотрите вечерний итоговый выпуск программы телемикс новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Синоптики прогнозируют, что за два дня в крае выпадет до двух, а местами до четырех месячных норм осадков. На дорогах снежный накат, заносы. В связи с этим все службы региона приведены в режим повышенной готовности. Уважаемые жители и гости Приморского края, спасатели МЧС России рекомендуют скорректировать свои планы на период воздействия предупреждения. Воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Гражданам категорически исключить выход на тонкий, неокрепший лед. В связи с сильным ветром, возможно падение слабо закрепленной конструкции, необходимо ограничить нахождение на открытом пространстве. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или в подъездах жилых домов. По возможности ограничьте выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и людей пожилого возраста и не оставлять их без присмотра. Научите детей, как действовать во времени погоды. В случае, если попали в беду или стали свидетелем происшествий, незамедлительно звоните по номерам спасения 101 или 112. Берегите себя и своих близких. Не подвергайте свою жизнь опасности. Ремонт объектов образования, благоустройство скверов, обновление дворов города. На эти и другие цели заложили деньги в бюджет округа на три года вперед. На заседании Думы был принят главный финансовый документ Уссурийска сразу во втором и третьем чтениях. Подробнее в следующем сюжете. Бюджет округа на следующие и плановые периоды 2024-2025 годов будет социально ориентирован. Средства пойдут на развитие образования, спорта, газификацию Уссурийска и многое другое. Главный финансовый документ округа сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты на заседании Думы. Бюджет социально направленный. Это значит, что будут строиться общественные пространства, обустраиваются дворовые территории, строятся детские площадки. По программе благоустройства два новых сквера появятся в Воздвиженке и Борисовке. Строительство этих объектов – результат голосования жителей сел. Также будут обновлены 46 придомовых территорий. 25 из них реконструируют по муниципальной программе «100 дворов Уссурийска». Еще 21 – по Краевой. Также капитальный ремонт сделают и в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской. Общая сумма расходов, которая предлагается по утверждению на 2023 год, составляет 8 110 миллионов рублей. Образование в русском социальной политике подправляется почти 60 рублей от бюджета. На образование планируют потратить более 3,5 миллионов рублей. Средства уже выделены на ремонт детского сада номер 20 и средних школ номер 4 и 134. Отдельно коснулись и патриотического развития детей. В школах ведут новую должность советник-директора по воспитательной работе. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Полицейские подводят итоги года. В Уссурийске зарегистрировано 540 уголовных дел по мошенничеству в сети интернет. Сейчас это одна из самых распространенных проблем, с которыми борются следователи. Подробнее об этом нам рассказали в местном отделе МВД. На сегодняшний день, по крайней мере за последнюю неделю, у нас 7 фактов уже зарегистрировано. По фактам того, что граждане переходят по ссылкам на сайтах ЮА, Авито и Дром о приобретении тех либо иных товаров. Переходят по ссылкам, вносят туда данные своих банковских счетов, банковских карт. После чего у них, соответственно, происходит списание. Вторая большая основная проблема на сегодняшний день, ввиду отсутствия определенной работы у граждан, граждане вынуждены искать дополнительные пути заработка, что приводит к ним сейчас многочисленные рекламы в соцсетях. То есть, соответственно, у нас на сегодняшний день инвестиции и игра на бирже, это официальные биржи есть зарегистрированные. Однако, людям обещают большие заработки, они переходят по ссылкам, с ними начинает взаимодействовать группа мошенников, потому что это не один человек, один представляется, что он оператор определенной сети инвестиционной, переводит на другого человека, другой человек уже начинает с ним взаимодействовать посредством по системе Skype, предлагают скачать, результат чего получают люди, мошенники, доступ к управлению телефоном, в котором у нас содержится вся информация по счетам, чтобы придать легитимность своих действий, чтобы убедить потерпевшего у нас. Они иногда начинают с небольших сумм, говорят, вам необходимо внести примерно 7 тысяч рублей. Человек вводит 7 тысяч рублей, на следующий день после определенных манипуляций ему говорят, что вот вы за сутки заработали 1800 рублей, к примеру, процент какой-то от 7 тысяч рублей. Человек, соответственно, уже увидя то, что он может выводить деньги с данной платформы, начинает носить очень большие суммы денег. Если определять категорию потерпевших, это не сказать, что пожилые люди. У нас в последнее время даже бдительность пожилых людей более увеличилась ввиду профилактированных мероприятий. Участковые, подворовые обходы делали они с каждым жителем, если это касаемо частного сектора, беседовали, у нас определенные мероприятия проводились. Если это касаемо многоквартирных домов, поручалось и была проведена большая операция мошенники, осторожно мошенники, где на всех подъездах многоквартирных домов размещалась наглядная информация. Заветные мечты исполнят в Уссуриске. Чтобы порадовать маленьких жителей нашего округа, в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской установили елку желаний. Как взрослые смогут подарить детям праздник, узнавала Анна Квыга. Оригинальная елка появилась в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской. На веточках дерева, наряду с обычными шарами, особые украшения. На этой елочке разместились 100 игрушек с пожеланиями. Дети, конечно же, просят самое главное. Например, Алиана просит набор для плетения из резиночек. Вероника хочет мольберт. А Настя – розовые коньки 35-го размера. По очереди к елке желаний подходят люди, чтобы снять игрушку и воплотить детскую мечту в реальность. Первым это сделал глава округа Евгений Корж и выбрал сразу несколько записок. Чуприна, Варвара, два года. Большая говорящая кукла. Мимо наших детей, все ваши пожелания, подарки будут исполнены. И Дед Мороз до Нового года вам все привезет. Следом свой выбор сделали краевые и местные депутаты – предприниматели. Акция «Елка желаний» проходит в Приморье уже в пятый раз. Впервые стать участником решила Эльвира Логинова. Сама мама и знает, насколько важно дать детям веру в чудо. Тем более, что стать волшебником просто. Каждый человек может делать такие подарки для душевного своего состояния, для состояния душевного ребенка. Это очень важно. Радовать и радоваться жизни. Чтобы мы не вытянули, будем осуществлять. Конечно, это все осуществимое. Я думаю, можно купить в любой точке города, в любом магазине. Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, какие ты красивые девочки! Девочки, все здесь! Девчонки, нам Сорока Ворона в лес принесла ваши письма. Вы писали, Дедушки Морозу, письма? Да. Любимые новогодние персонажи сразу отправились в гости. Подарки от главы округа вручили многодетной семье Чуприных. Папа девочек – военный и сейчас находится в зоне проведения СВО. Позже Дед Мороз и Снегурочка отвезут порцию сюрпризов по другому адресу. И так до конца декабря, чтобы все дети получили свои подарки до Нового года. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Церемония «Студент года» прошла в Приморской сельхозакадемии. Сразу несколько участников боролись за звание лучшего. О том, как конкурсанты удивляли судей и кто в итоге одержал победу, расскажем далее. Нешуточный накал страстей в актовом зале Приморской сельхозакадемии. Сразу четыре конкурсанта дошли до финала конкурса «Студент года». У каждого из этих парней и девушек за плечами богатое портфолио. Участие в научных конференциях, выезды на практику, призовые места в различных конкурсах. Поэтому перед жюри стояла сложная задача – выбрать лучшего из лучших. Традиционно в конце года наша академия подводит итоги. И, конечно, мы подводим итоги и студенческой жизни. Вот этот конкурс «Студент года» уже проводится в 25-м раз. Веселимся, смотрим, оцениваем наших лучших студентов. Отбор на конкурс проходил в несколько этапов. На первом рубеже отсели тех, у кого средний балл зачетной книжки ниже 4,5. Далее комиссия оценивала общественную работу и участие в научных конференциях. Последним испытанием для студентов стала самопрезентация, где внимание обратили на ораторское мастерство и харизму кандидатов. Я с первого курса активно занимаюсь студенческой жизнью. И на первом курсе стала председателем института. Занимаюсь волонтерской деятельностью, научной деятельностью и организацией мероприятий. Также являюсь ведущей новостей академии. Единогласным решением судей победу присудили Александре Христолюбовой. Теперь девушка будет носить звание лучшего студента академии, а уже в следующем году за почетный титул поборются новые участники. Лареон Николаев, Алексей Максимов, Телемикс. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Новогодние приключения в Простоквашино. В театре ВВО ждут детей на утреннике. Остров Аскольд. Что там интересного расскажем в рубрике «От края до края». Как отметить Новый год? Узнали мнение уссурийцев на улицах города. Александровские высоты. Это сочетание комфорта и современности. Успейте купить квартиру по выгодной цене. Подходит под дальневосточную ипотеку. Улица Александра, Францева, 40, офис 4. Телефон 33-75-75. Для проявления чувств не нужно больших денег. В студиях цветов веранда вы найдете комнатные растения, подарки и готовые букеты по доступным ценам. Дарите без повода. Ведь стоимость 15 роз всего 900 рублей. Круглосуточная доставка по городу. Красиво не значит дорого. Торговый центр «Уссури-сервис». Китайский рынок. Рад приветствовать гостей и жителей города. Удобное расположение. Большой выбор товаров оптом и в розницу. Скидки, распродажи для любимых покупателей. ТЦ «Уссури-сервис». Работает без выходных. Ждем вас по адресу. Муданзянская, 7. Остановка. Китайский рынок. Йокосан премиум. Подгузники и трюсики с повышенным уровнем комфорта. Японский суперабсорбент быстро впитывает влагу, оставляя кожу малыша сухой до 12 часов. Йокосан. Японское качество по доступной цене. Группа компаний «Главмонтаж объединения» находится по адресу. Город Уссурийск, улица Попова, 22. Осуществляет строительство жилых и общественных зданий. Производит бетон, растворы, тротуарную брусчатку, бордюры, элементы колодцев, пенополистирол, пиломатериал, профлист. Оказывает услуги по аренде спецтехники, башенных кранов, забивки свай. Обращаться по телефону 26 99 72. В «Маяке» найдется все. От продуктов питания до детских игрушек. Семена и саженцы, бытовая химия, корма для животных. Проще приехать и посмотреть. Тем более, что здесь просторная и очень удобная парковка. Мы ждем вас. Гипермаркет низких цен «Маяк». Улица Беляева, 30А. Это не просто подарок. Это волшебство. Дарите праздник с сертификатами чудодей. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Генеральная репетиция праздничного спектакля «Новогодние приключения» в Простоквашино прошла в Театре ВВО. Для юных зрителей подготовили встречу с любимыми персонажами из книг Эдуарда Успенского, а еще с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом наш следующий сюжет. Приключения в Простоквашино возвращаются. Новое прочтение любимой истории подготовили в Драматическом театре Восточного военного округа. Пока на сцене режиссер вносит финальные правки по игре одних актеров, другие наносят последние штрихи гриму, клеят усы, рисуют нос. Кому-то нужно больше краски, чем остальным, чтобы перевоплотиться в животных. Кота Матроскина и пса Шарика. Я играю пса Шарика добродушного, дворняжку, живущего с дядей Фёдором и вот с котом, который сидит сбоку. Животному тоже тяжело играть, потому что у него своя пластика, что ли, не знаю. Не знаю. Каждая роль сложна. Репетиции шли полтора месяца. Сдача уникального новогоднего спектакля состоялась на большой сцене театра. Само представление для воспитанников детских садов и школьников пройдёт 28, 30 декабря и 2 января. На праздничных показах актёры сыграют короткую версию сказки. А премьера полной версии запланирована на 28 и 29 января. 22 декабря у Эдуарда Успенского, автора, который придумал, наверное, наше детство, как я говорю, был бы юбилей, 85 лет. И мы решили отправить всех на Новый год в Простоквашино. Простоквашино – это сказка, на которой выросло, по-моему, не одно поколение детей. Роль дяди Фёдора, можно сказать, центральная роль. Не главная, потому что главный герой – это персонажи Кот Матрос, Кот Шарик, ну, соответственно, дяди Фёдор. Три главных роли. Как вам модернизированная версия этой сказки? Очень классно. Очень классно, поскольку перекликается и со старым мультиком, и с новыми мультиками. Творческая группа театра подготовила многосоставное новогоднее представление – квест, сказка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед спектаклем дети выполнят задания вместе с любимыми героями – крокодилом Геной, чебурашкой и даже фиксиками. Там у нас будут и фиксики. Это Эдуард Успенский написал книгу «Гарантийные человечки». По этой книге сделали мультик «Фиксики». Ну, мы взяли более узнаваемых персонажей. После квеста и просмотра сказки маленьких зрителей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поздравят их с Новым годом и вручат подарки. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Игорь Антонов, Телемикс. Остров был известен ещё в VII-VIII веках во времена существования государства Бахай. Сохранились и старинные китайские названия – Лифу, что в переводе означает «добычливый», и Цэндау, что означает «зелёный остров». Позднее военные моряки нарекли участок маячным. И только в 1862-63 годах территорию назвали именем одного из первых винтовых фрегатов – Аскольд. Место имеет богатую биографию в прямом смысле этого слова. В 1867 году здесь нашли залежи золота, что стало причиной так называемой «Манзовской войны». По последним данным, запасы драгоценного металла определены в 250 килограммов, а по прогнозным ресурсам – все 9 тонн. Промышленная добыча золота прекратилась накануне Второй мировой войны. А слухи о драгоценных находках манят искатели приключений по сей день. Остров Аскольд имел стратегическое значение и защищал вход в пролив Босфор-Восточный. Здесь же создали наблюдательный пост, оснастили оборонительными сооружениями. Сейчас об этом напоминает артиллерийская установка и настоящий подземный командный пункт. Также на острове расположено сразу два маяка. Один – нерабочий, дореволюционной постройки. Рядом с ним – действующий, который каждую ночь освещает путь судам. Крутые берега Аскольда полюбили пернатые обитатели побережья, которые создали целые птичьи базары. Самый доступный расположен на мысе Кошелева. Также остров известен как естественный питомник пятнистых оленей, популяция которых стала восстанавливаться в последние годы. В силу того, что между островом и материком нет регулярного прямого сообщения, добраться сюда сложно. Именно благодаря такой особенности место манит любителей экотуризма своей тишиной и безлюдными пляжами. В городе все больше украшений, праздничная атмосфера заполняет улицы. Приближается главный зимний праздник. Мы поинтересовались у жителей Уссурийска, как они собираются встречать год кролика и проводить новогодние каникулы. Поедем мы в деревню к своим родным и близким, потому что там всегда много снега. Здесь в городе сами видите, да? Поэтому у нас там елка и дед мороз будет. Ну все как всегда, все в семейном кругу, все классно. Я думаю, что нужна семья, это какой-то семейный праздник. Нужно съездить куда-нибудь на природу, на горку, покататься на лыжах, провести время с друзьями. В общем, встретить Новый год так, как хотелось бы в душе, как душе угодно. А провести новогодние праздники в городе? Нет, в селе. В родном селе. Что будете делать там? Кататься на горках? Кататься на горках, гулять, не красть снежки. Ну дома, в кругу семьи, как еще можно провести? Особенно пенсионерам. Куда нам ехать? Ну я думаю, мы с приятелями, приятельницами погуляем по городу, сходим на площадь, посмотрим, как здесь все красиво будет. В кругу семьи, с детьми, с внуками, ждем, готовим подарки. С друзьями встретить Новый год, провести дружную компанию. Ой, ну наверное, с семьей, конечно. Чтоб все дружно, все за столом, за круглом. Ну это, наверное, сейчас главное, чтобы все вместе и чтобы было весело. Это уже каждый шутки, какие прибаутки, песни. Пуциловские связки. Соревнования с историей в 18 лет. Дети соперничают в зале сельской школы в спортивном туризме. И организаторы всегда стараются придумать новый формат, чтобы заинтересовать молодежь. Что нового было в этом году, расскажем прямо сейчас. Пуциловские связки, фирменные соревнования по спортивному туризму в одноименном селе. 42 человека из образовательных учреждений округа стали участниками стартов. Среди команд хозяева площадки, представители Центра развития творчества детей и юношества Новонекольска, школьники Корсаковки и Тимирязевки. Более опытные дети, они проходят на весную переправу, спуск, скалодром, вот на заднем плане, да, и жумар. В этом году спектр заданий ждал новичков. Для начинающих туристов упражнения изначально подготовки юнормейцев. На время нужно распаковать костюм химзащиты и одеться в него в правильной последовательности. Неотъемлемая часть амуниции – противогаз. Отлично, воздух наисвежайший. На время подростки собирали и разбирали автомат. Причем девчонки с легкостью справились с заданием за 19 секунд. А потом в тире командам давали применить оружие по назначению. Стрельба из пневматической винтовки – еще одна дисциплина пуциловских связок. В это время опытные пары проходили туристическую тропу. По отточенности действий видно, что каждое движение отработано до автоматизма. Времени, конечно, мало, но надо уже учиться, чтобы правильно веревки бухтовать, чтобы не запутались во время. А так ничего сложного. Главное – тренироваться, идти к успеху. На каждом участнике примерно 3 килограмма снаряжения. Хотя на соревнованиях всероссийского уровня наши спортсмены бегают в экипировке в 5 раз тяжелее. Поэтому тут они, можно сказать, налегке. Карабины по ходу движения меняли, как и веревки. А шлем у перчатки всегда при себе. Обычные перчатки с пальцами, потому что кожа скользкая, а в перчатках лучше сцепка. Чтобы лазить на такой высоте, нужно иметь определенные опыты, навыки и умения определенные. То есть высота зала тут в районе где-то, наверное, 6 метров. Ну и в любом случае на такой высоте они все находятся, у них есть страховочная система, специальный страховочный инвентарь или оборудование, которое позволяет им относительно безопасно находиться наверху. Победу в соревнованиях одержала команда «Азимута-1» из Центра развития творчества детей и юношества в Селаново-Некольск. Второе место завоевали хозяева площадки, школьники Пуциловки. И бронзовая награда уехала в Тимирязевку. Вскоре соперники встретятся вновь на туристической тропе. 7 января команды ждут рождественские связки, которые также пройдут в Пуциловке. Пока это все новости, наши сюжеты вы можете пересмотреть на сайте телемикс.тв и в социальных сетях, конечно. Этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Увидимся!